Сегодня на территории 38-й Брестской отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады после реконструкции состоялось открытие стадиона «Гвардейский». В исполнении поручения Александра Лукашенко Брестским госполкомом совместно с заинтересованными структурами проведена масштабная работа по реконструкции спортивного стадиона. Произведен демонтаж старых сооружений и трибун с замены на новые. Возведена комментаторская. Появление современного стадиона – это не только хороший вклад в физическую подготовку военнослужащих, но и хороший подарок в преддверии праздника «Голубых беретов» – Дня воздушно-десантных войск. То, что мы смогли такой объект реконструировать и сегодня в преддверии Дня десантника подарить нашим десантникам, практически не используя бюджетных средств, а именно работая со спонсорами, еще раз говорю, что нам любая задача по плечу, как говорится, собрались и сделали. И вот сегодня есть возможность нам присутствовать на этом шикарном, комплексном спортивном объекте, где есть и игровые площадки, атлетические, трибуны на полторы тысячи человек, где можно проводить мероприятия любого масштаба. И я, в общем-то, не сомневаюсь, что здесь будет кипеть накал страстей, эмоций, будут проходить спортивные баталии, как это и должно, и как это и проходит на всех спортивных площадках, как в нашей стране, так и вооруженных сил. Сегодня новый спортивный объект включает в себя футбольное поле длиной 170 и шириной 100 метров с натуральным покрытием. Спортивное ядро, шесть беговых дорожек по 400 метров, две раздевалки, трибуны на полторы тысячи человек. Для нашего соединения важен этот был объект для того, чтобы в большом объеме могли использовать подразделения наши, большие, которые у нас находятся. Мы должны были задействовать большое количество личного состава и у нас не было таких больших объектов до этого момента сегодняшнего сдачи, где можно было собрать какое количество людей. Сегодня мы ввели в эксплуатацию. Главное то, что объект, объединяющий молодое поколение, взрослых солдат, на котором будут заниматься футбол и беговые виды спорта различные. Именно на Гвардейском в ближайшее время будут проходить спортивные баталии. Первыми опробовать стадион успели юноши молодежной команды «Динамо Брест», следующие – десантники. Такие объекты совершенствуются в вооруженных силах постоянно. В этом году похожего плана создан объект с лонями в 11-й бригаде. Идет сейчас строительство объекта в Осиповичах, в нашей ракетной артиллерийской столице. Это подчеркивает о том, что мы к спорту и к физической подготовке будем относиться очень серьезно. И, конечно же, это повышение и требовательности для нас, военнослужащих, нашей физической выносливости. Я, пользуясь случаем, как вы подчеркнули, данный объект мы сдаем в День десантников. В преддверии этого прекрасного праздника поздравить всех десантников, пожелать им здоровья, благополучия и, конечно, мирного неба над головой, чтобы баталии все наши кипели на таких объектах, а не на поле брани. В преддверии Дня десантников и в связи с открытием стадиона командир гвардейцев Дмитрий Куршинов получил в подарок сертификаты на газонокосилку и ноутбук. А Сергей Лободинский, мэр города Бреста и Андрей Филанович, глава депутатского корпуса города над Бугом и именные макеты пистолетов ТТ. Помимо спортивной отрасли, строительная также всегда находилась под пристальным вниманием президента Республики Беларусь Александра Лукашенко. Что неудивительно, ведь это направление пульс жизни государства. Сегодня город над Бугом продолжает прирастать новыми улицами и микрорайонами, благоустраиваться, также строятся новые дома для военнослужащих. Только в городе Бресте в 2023 году было построено 800 квартир для военнослужащих. Самое большое количество среди всех регионов страны. Возведение жилья продолжается в текущем году. А сегодня мы открываем по поручению главы государства новый стадион. Это своего рода благодарность белорусов за возможность мирно трудиться на родной земле. Анастасия Миришкевич, Эдуард Бакунович, Юрий Лимонтович. Новости Бреста.